МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Эта программа «Звоните доктору», обязательно звоните. Телефон 202-11-22, дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи. Сегодня Сергей Пушкин, главный врач больницы Середавина. Добрый вечер. Добрый вечер. Очень рада вас видеть. Давно ждали. И, честно говоря, планировали еще в марте отметить, в кавычках, конечно, вместе с вами годовщину появления в нашей жизни коронавируса. Потому что именно в марте, год назад, в России был зарегистрирован официально первый заразившийся COVID-19. И вот какие итоги на сегодня? 113,5 миллионов случаев заражения и 2,5 миллиона смертей через год после начала пандемии. Это по всему миру, конечно, цифра. Но нам-то интереснее, что по Самарской области. Конечно. Да. Ну, я могу сказать, что на самом деле год был очень тяжелый. И этот год, наверное, останется навсегда в нашей памяти. И те усилия, которые были предприняты для того, чтобы нам, наверное, выйти с наименьшими потерями, в общем, усилия не только страны, наверное, медиков, страны, наверное, всех заинтересованных. Я имею в виду в первую очередь, конечно, это и правительство, и министерство, профильные, которые занимались. И, наверное, сами люди, которые поняли, что это все-таки не шутки, надо к этому вопросу относиться очень серьезно. Они помогли нам в целом на сегодняшний момент констатировать, что ситуация, она сейчас абсолютно стабильная. Что мы видим, что у нас идет уменьшение количества заболевших. То есть идет сокращение коек, более ранее развернутых под оказание медицинской помощи с коронавирусной инфекцией. И больницы потихонечку начали возвращаться к своей нормальной жизни, оказывать ту помощь, которой они были призваны. Специализированную, высокотехнологичную помощь, скорую, неотложную помощь. Это, я думаю, тоже благотворенно скажется на той атмосфере здравоохранения, которая есть. Сергей Юрьевич, год назад явно присутствовал некий хаос, который изменил привычный нам мир. И это вызвано было, конечно, тем, что ученые очень мало знали на тот момент о самом коронавирусе. Поэтому многие решения и власти, и медики принимали по наитию, где-то спонтанно, может быть. А знаем ли мы все о нем сегодня? Мы говорим, что год на самом деле немного побольше. Вы знаете, наверное, ни одна инфекция, ни одно заболевание не вызвало за такой короткий промежуток изменение схем лечения, как, наверное, коронавирусная инфекция. То есть мы помним тот период, когда на самом деле мы просто лечили эмпирически, когда мы лечили это как респираторную вирусную инфекцию. И те препараты, которые тогда были под рукой, они как раз и применялись, и схемы введения препаратов, появления новых лекарств, то есть изучение проходило буквально в режиме реального времени. На сегодняшний момент вот эта вот обстановка, я могу сказать, она позволила выработать определенные схемы лечения, которые можно уже применять стандартно. Они уже не меняются или будут еще? Они все равно меняются. Мы все равно видим, что требуется коррекция, и появляются новые данные о том, что это же не только поражение легких, которые мы видим иногда, и люди заболевают, в которых мы не видим изменений, например, в легочной ткани, но мы видим изменения в других, которые влияют, особенно на фоне сопутствующей патологии сахарной диабета, ишемической болезни, ступа жилых. То есть это есть и особенности, которые требуют коррекции. То есть есть разница лечения больного в 29 лет и в 59 лет. Это первый фактор, который повлиял. Второй, конечно, мы понимаем, что за этот промежуток времени очень много людей, они уже переболели. И никто сейчас не может гарантировать, что они опять не смогут заболеть. И то, что это стопроцентно, если вы заболели, как условно говоря, корью или вас привили от оспы, то вы уже всю жизнь получаете иммунитет, который есть. Мы уже знаем, что есть повторные случаи. Есть повторные случаи, они как бы регистрируются, регистрируются, и мы должны поэтому понимать, что процесс изучения именно особенностей течения коронавирусной инфекции, он в самой активной фазе. И то, что даже у нас на сегодняшний момент очень много вакцин, и то, что мы применяем и смотрим за течением, за то, как переносят пациенты или потенциальные больные прививку, то мы видим, что она тоже проходит по-разному. Поэтому процесс, который у нас идет постоянно, и мы должны понимать, что, наверное, в ближайшие несколько лет мы не сможем с уверенностью сказать, что мы все об этой болезни знаем, что мы ее уже полностью победили, знаем, как ее профилактировать. Очень много вопросов сейчас и в сети, и среди людей, когда же закончится пандемия. И ответы от никогда до скоро или неизвестно когда. Конечно, всем хочется услышать, но закончится же она, но она же закончится. Я вообще не люблю слово пандемии, потому что мы понимаем о том, что это звучит, конечно, красиво. Устрашающе все равно. Да, это призывает нас всех быть немножко строже, это позволяет на самом деле выполнять более спокойно те строгие требования по противоэпид-режиму, который мы обязаны соблюдать в настоящее время. Но я хочу сказать о том, что нужно понимать, что все меры профилактики, которые были сделаны и которые проводятся, они сделаны только с одной целью, чтобы предотвратить заболевания в массовом характере, чтобы мы одновременно все не заболели. И никакие из них не были напрасными. Да, да, и поэтому вот все то, что проводилось, то, что проводится, это правильно. Вот то, что сейчас мы видим снижение уровня, я бы сказал, даже не заболеваемости, а выявления носителей, и мы должны четко с вами понимать, что есть группа, которая заболела, есть группа бессимптомного течения, есть пациенты, у которых, скажем так, легкое течение заболевания. И мы точное количество людей, которые переболели бессимптомно, или люди, которые являются носителями, наверное, никогда не узнаем, и, наверное, это знать не надо. Но мы все равно понимаем, что люди все реагируют по-разному. И чем дольше идет, скажем так, вот этот уровень, так сказать, заболеваемости, то мы понимаем о том, что у нас все-таки люди во многом сейчас уже довольно легче переносят коронавирусную инфекцию, что, несмотря на все то, что происходит, пациенты продолжают поступать в инфекционные заболевания, в инфекционные стационары. Но, с другой стороны, мы все равно видим сейчас, по крайней мере, в Самарской области, что уровень тяжелой и крайне тяжелой группы пациентов, требующих реанимационной помощи, их количество уменьшается. Это для нас очень большой плюс. Наверное, сюда повлияло много факторов. И то, что за этот период времени переболело давно количество жителей Самарской области, наверное, и то, что все-таки вот эта вот вакцинация, которая идет сейчас, то есть она тоже оказывает, наверное, свое благотворное действие. Начала уже? Я думаю, что да, потому что это уже не первый месяц, и уже, наверное, результаты мы уже сейчас видим. И очень хорошо, что, я думаю, что она была начата своевременной. Сейчас все усилия делаются на то, чтобы мы понимали, что это нужно делать. Знаете, смешно, когда люди из-за границы приезжают делать к нам, искать вакцину, и мы с вами начинаем обращаться и говорить к своим людям, соседям, близким, родственным, говорить, надо делать. Надо делать, потому что мы все понимаем, да, вы можете переболеть инфекцией, коронавирусной инфекцией, если вы вакцинированы, но вы не заболеете тяжелой формой. То есть это та ситуация, которая на самом деле предотвращает и заболеваемость, и тяжелые случаи, и, конечно, неблагоприятные исходы. А вот сейчас, например, наши зрители бы вам сказали, ага, а вот своим-то родственникам он наверняка не сделал прививку. Вы знаете, это вопрос, который, наверное, в среде медицинских работ не задается, хотя мы интересуемся друг у друга, как перенесли вакцинацию наши родственники. Потому что я одно могу сказать, что родители, конечно, у меня провакцинированы. Я прекрасно понимаю, особенно в пожилом возрасте, а им уже достаточно много лет. Скажете? Ну, у меня маме более 80 лет, папе уже старше 85 лет. И поэтому, несмотря на то, что у них есть очень много сопутствующих, тяжелые патологии, то есть они все-таки уже носители многих хронических заболеваний, сердечных и сахарный диабет, то, несмотря на это, перенесли прививку очень легко. Вот я, конечно, понимаю, что мы все переживали, но понимая, что на чаше вешалов лежит, понимаю, что вакцинацию надо делать, и мы ее провели. То же самое касается и детей. То есть, несмотря на то, что мы говорим о том, что дети не заболевают, мы говорим о том, что все-таки, если ребенку старше 20 лет, все-таки надо задуматься, где он находится, какие у него условия сосуществования, насколько контакт с окружающим миром. Одно дело, если он домашний, другое дело, если все-таки это учебы, институты, работы и так далее, где риски заболеваемости выше. И мы должны понимать, что иногда самое опасное – это переносчик. То есть, ну, тот же ребенок, который, например, не будет активно, бессимптомно болеть, но он может быть переносчиком. Мы, так сказать, в этой ситуации источником заболевания для своих близких, пожилых, родителей, бабушек, дедушек и так далее. И не надо иногда сравнить о том, что вот мы не болели, и поэтому у нас все хорошо. Мы же не говорим о том, о какой опасности может мы с вами представлять для окружающих. Это тоже тот фактор, который надо учитывать. Учитывать, когда мы думаем, надо или нет. Поэтому на сегодняшний момент, я думаю, нет ни одного человека с медицинским образованием, который скажет, что не надо вакцинироваться. Нужно. Вопрос о том, что у нас сейчас есть разные группы вакцин, и для этого врач должен обязательно посмотреть пациента, оценить, так сказать, даже не то, что пациента, а человека, который пришел на вакцинацию, оценить его состояние, посмотреть, так сказать, насколько он готов. Потому что мы понимаем, что у человека температура, если у человека были стрессовые ситуации, то есть, может быть, это перенести и посмотреть, с чем это было связано, его состояние. Но вакцинироваться нужно, бояться не надо. Но мы живем, к сожалению, на политической арене, и поэтому идет некая война вакцин, и многие сейчас обсуждают, а какое, что же мне сделать. Ох, а может быть, не надо российскую вакцину делать, а может быть, она неэффективна. Я вот вам, честно говоря, секретный вопрос подготовила об эффективности вакцин. Вот посмотрите, пожалуйста, я как раз позавчера сделала тест на наличие антител после прививки. Во-первых, совершенно самому человеку невозможно понять, сколько времени после прививки прошло? Ой, после прививки уже месяца два, наверное. Месяца два. В марте делала. Я могу одно сказать. У вас, конечно, очень блестящий результат. Очень нечасто это видишь, когда у вас фактически выше нормы практически, ну, 18, где-то 19 раз. О, сколько времени я смогу жить спокойно. Мы говорим о том, что, ну, в ближайшие, наверное, полгода вы, наверное, надежно защищены от той ситуации, которая происходит вокруг. И я думаю, что с определенным временем вы можете сдать еще раз кровь и увидеть, что, наверное, у вас еще растет, поскольку два месяца – это еще не тот предел, который говорит о том, что у вас вы достигли пикового значения после вакцинации. Я, собственно, вам не просто так показала, а, во-первых, чтобы вы помогли, может быть, потому что люди делают эти тесты и не понимают, там у кого-то цифра 2, у кого-то цифра 900, как у меня тоже. Боже мой, это же вообще что? Это такой вопрос, который очень часто задают нам. Но тут надо смотреть, что в настоящее время, так как и вакцин, так и реагентов, которые определяют уровень антител в крови, их довольно много появилось как бы на медицинском рынке. И мы понимаем, что это как раз связано с тем, что вирус изучается, изучает свое влияние, используются новые, наверное, научные подходы как к разработке вакцин, так и к определению уровня антител. Поэтому это все зависит от того, на каком препарате, на каком реагенте определяются антитела. То есть мы отсюда видим, то есть какие референсные значения после этого получения анализа. И тут уже можно интерпретировать. То есть если мы говорим о том, что на одном он покажет, условно говоря, до единицы, во втором он будет 10, при третьем, так сказать, реагенте он покажет 50, поэтому врач может спокойно всю ситуацию интерпретировать. Поэтому если у вас есть сомнения или какие-либо мысли потом, сколько у вас и как вам будет дальше... Если они вообще, да. Да. Я думаю, что в этой ситуации уже настолько все медицинские работники, они информированы о всех вот этих событиях, потому что нам все равно нужно принимать решения. И врач, кем бы он ни был, у нас фактически сейчас появилась, наверное, вторая у всех профессий – это врач-инфекционист. Я думаю, что любой поможет вам правильно интерпретировать анализы и скажет, как с этим быть и что, так сказать, дальше. Потому что мы понимаем, что даже переболевшие люди, у которых не сразу формируется иммунитет, мы понимаем, что он может формироваться быстро. То есть практически, так сказать, мгновенно человеку вырабатывается антитела, у кого-то это замедленный тип, у кого-то он формируется еще позже. Поэтому бояться не надо, что у вас, если сразу не определяются антитела, я думаю, что уже сама вакцинация, она, может быть, не показала как бы лабораторно, но уже сам факт, он все равно приводит к формированию антител. И мы, может быть, еще просто не придумайте реагенты, которые определяют в вашем уровне все. – Если вы опоздали к началу эфира, я скажу, что сегодня у нас в студии Сергей Пушкин, главный врач больницы Середавина. Мы работаем в прямом эфире 202.11.22, говорим пока про ковид-19. А у нас есть звонок, давайте послушаем. Алло. – Алло. – Здравствуйте. – Здравствуйте. Вот я бабушка, 80 лет. Сделала две прививки, это и у вас корона. А когда появился антител, то четыре. – Четыре, да? – Да, а чем там? Считаем, чего? – Четыре или 104 еще раз? – Четыре. – Четыре, ага. Да, спасибо за вопрос. – Вы понимаете, вот как раз я об этом сказал. То есть сам уровень антител, он, к сожалению, ни о чем не говорит. Надо смотреть в последней колоночке референсы и значения. То есть сколько там было. Если там было, например, до единицы, то у вас четыре раза выше нормы. – Да, в четыре раза выше, это, скорее всего, наверное, третий от единицы. – Понимаете, и это уже хорошо, что у вас началось вырабатывать антитела именно на прививку. Поэтому я сейчас не могу, наверное, полностью интерпретировать заочно, то есть насколько у вас уровень антител выше нормы. Но то, что они у вас уже появились, и они у вас появились однозначно выше нормы, это очень хорошо. – И то, что вы сделали прививку 80 лет, молодец. – Да, это вообще прекрасно. Я могу сказать, что не надо бояться, на самом деле. Я говорю, мы даже среди своих родных и близких видим эти примеры, и ничего, это нужно делать. – Сергей Юрьевич, еще о прививках, и сейчас пока не закончили эту тему. Многие говорят, почему мы боимся делать прививку, даже не потому, что побочное явление, а что будет когда-нибудь, а вот через 3-5 лет как она себя проявит. То есть, вот все опасаются отдаленных каких-то последствий. – Можно провести аналог с теми эпидемиями, которые у нас были, и когда мы боялись. То есть, я не говорю про испанскую лихорадку начала века, когда погибло более 100 миллионов жителей планеты. Это жуткие, так сказать, цифры, которые, наверное, должны кажуться. Я не говорю вам про эпидемию ОСПа, чумы, которую нам удалось избежать. Вот, в настоящее время, за счет в том числе и того, что мы всех своих детей вакцинируем и готовим, так сказать, к этой, не дай бог, ситуации. Возьмем последние проблемы, которые были связаны, например, помню, птичий грипп, сеной грипп, то есть большие инфекционные вспышки заболеваемости, которые в том числе и приводили к летальным исходам. Ну, массовая вакцинация населения гриппом, пневмококковой вакцины от пневмонии, она сработала. Ведь мы ни одного случая летального исхода у вакцинированного пациента против гриппа не видели. Да, они болели. Но они перестали умирать. И когда мы сейчас говорим о том, что нам выбирать, ждать 4-5 лет под риском, так сказать, неблагоприятного исхода или все-таки, так сказать, сделать. Поэтому, еще раз говорю, я все-таки сторонник того, и на опыте уже, наверное, последних уже нескольких десятилетий мы видим, что полностью предугадать последствия любого лекарственного препарата невозможно. Это как бы так, ну, у каждого человека свои особенности, свой образ жизни, свои, наверное, кондициональные, сопутствующие заболевания. Но мы должны себе понимать, что если мы имеем возможность снизить риск, в первую очередь, летального исхода, инвалидизации, то отказываться от этого нельзя. И нужно брать на вооружение все то, что есть. Если мы будем ждать, давайте посмотрим несколько лет, как у нас пройдет вакцинация и как там будет у нашего соседа, у нашего, я не знаю, знакомого или просто то, что напишет СМИ, то мы можем, к сожалению, попасть в ту группу незащищенных слоев населения, которые не хотят сами себе помочь. И тут надо смотреть вопрос только так. То есть и государство, и здравоохранение делают все для того, чтобы у нас с вами, ну, снизить риски заболеваемости. Почему не пойти навстречу? Сергей Юрьевич, давайте звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас... Да, очень приятно. Подскажите, пожалуйста, наглядный пример. Вчера выживаю в скорую женщину 81 год. Приехала скорая. Госпитализировать не могут, предварительный инсульт. Выносить некому. Ну, некому вынести, чтобы ее госпитализировать. Скорая, извините, вернулась, уехала. Сегодня выживаю в скорую. Приехали в поликлинику, в больницу номер 8, на Ново-Вокзальный. Мест нету. В палатах места нету. Хажать некому. Какую-то маленькую рекомендацию дали, забрали, выдавали место такси, выделили домой. Кто дальше, куда обращаться, что делать. Можно я уточню? А инсульт все-таки поставили? Инсульт 81 год. Ей поставили инсульт 4 года назад. Здесь плюс кассиву деменция, плюс ко всему депрессия, там куча заболеваний. И как бы все отталкиваются. Мы ничего не делаем. И можем все... Ну, возраст, возраст. То есть мы сейчас говорим о том, что острого состояния нет, да? То есть мы говорим... Острое состояние, она неадекватная. Она... Деменция мы поняли, да. Но инсульта в данной ситуации, мы говорим, нет об этом, да? Вот сейчас инсульта нет, вот в данной ситуации. Здесь вот сейчас сказали, типа, нет инсульта. Причем выставка такая, что она сама, типа, пошла, она сама не как-то, она тёплась. Юрий, Юрий, послушайте меня, пожалуйста. Давайте так поступим. Вы сейчас нашему оператору, пожалуйста, оставьте ваш номер телефона, может быть, оставьте адрес. Я думаю, мы сейчас в эфире не решим этот вопрос. Мы попробуем помочь вам, да. А за рамками эфира мы, если надо будет, обратимся в Минздрав и попытаемся каким-то образом вам помочь. Хорошо? Спасибо. Всего вам доброго вечера. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Да, всякие ситуации, к сожалению. Сергей Юрьевич, я предлагаю вам на секундочку выдохнуть. Посмотрим сейчас вместе с нашими зрителями сюжет, потому что на тему этого сюжета у меня к вам есть вопрос. Теперь случаев счастливого спасения людей в регионе станет больше. На помощь врачам пришла современная техника, оснащенная, по самому последнему слову, медицинской науке. Перед сотрудниками, которые работали на первом вылете, стояла задача доставить тяжелобольного мужчину из Сызрани. У пациента диагностировали двустороннюю пневмонию. По пробкам дорога в Самару могла занять до шести часов, но на вертолете пациента домчали за полтора. Все это время он находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Преимущество тем, что мы выполняем рейсы, то есть прямо, то есть не по дорогам. Скорость 230-220 км в час крейсерская, то есть которая обеспечивает безопасную перевозку пассажиров. Но также по дорогам иногда бывают плохие дороги, возможно то, что трясет. На вертолете можно все выполнять безопасно, ну для тяжелобольных. Дислоцироваться вертолет будет в аэропорту Безымянка. Как только поступает сигнал, на борт загружается бригада. Тем временем летчик получает разрешение на полет. Все это занимает не более часа. После чего вертолет вылетает туда, откуда нужно забрать пациента. Площадки по области определены. Но борт может приземлиться и в чистом поле. Для этого ему достаточно площадки 10 на 10 метров. Без дозаправки вертолет может находиться в воздухе до 4 часов. Этого более чем достаточно для того, чтобы охватить весь регион. Ну вот этот сюжет снимался год назад, когда у нас залетала санавиация. Все ли хорошо с вертолетом? Что за это время произошло? С разведением этого направления? Хорошо, что залетала санавиация, да. Надо его запомнить. Значит, ну мы начали работать фактически уже в концу 20-го года, когда мы смогли вот это вот первое осуществить вылеты за пациентами. В том году мы эвакуировали более 80 пациентов, то есть свыше 60-67, по-моему, вылетов было осуществлено. Это, наверное, очень много было связано с ковидом в том числе, да? В основном это, да, была тяжелая группа пациентов, которая была требовалась неотложной экстренной помощи. Именно из дальних мест. Конечно, был и ковид, были и другие состояния, которые требующие перевода в другие лечебные учреждения. И не только в больнице Середайна. То есть вертолет, он работает на эвакуацию или на доставку специалистов для оказания экстренной помощи, ну, в любую точку фактически Самарской области. И уже в зависимости от того, что мы видим пациента от ближайшего стационара, который может оказать помощь, мы туда эвакуируем больного. То есть в этом году тоже продолжается эта деятельность. То есть более 20 вылетов уже осуществлено в этом году. Могу сказать, что, конечно, при ряде состояния эта палочка выручалась, когда позволяет, на самом деле, быстро доставить врачей, медицинский персонал, и также адекватно быстро транспортировать пациента в любое лечебное учреждение. Ну, поэтому мы, в принципе, очень рады то, что за последние, наверное, более 20-30 лет вылетов не осуществлялось вообще, и что в нашей области появилась возможность оказывать медицинскую помощь с помощью еще и санавиации настоящей. Это, конечно, не говорит о том, что у нас остальные службы, которые у нас автомобильный транспорт, что они не работают. То есть за тот год более 2 тысяч выездов было машинами. Мы понимаем, конечно, неиспоставимы, да, менее 100 вертолет, и более 2 тысяч – это как бы машинами. Но мы говорим о том, что есть ряд пациентов, которые только, наверное, такой способ доставки, эвакуации может дать шанс на жизнь. Для кого-то это цена жизни, да? Да, и поэтому тут нельзя сравнить, сколько, например, в количественном отношении. То есть все пациенты, которые в этом нуждаются, на сегодняшний момент мы активно используем, конечно, и санавиацию, да. А вот вы сказали, что больница, в принципе, возвращается, не вернулась, а еще возвращается к доковидному ритму работы, да. То есть еще не все отделения в привычном, в плановом режиме работают? Не то, что не все отделения. Мы понимаем о том, что ряд пациентов, нуждающих в специализированной помощи на уровне инсульта, инфаркта, хирургической патологии, те пациенты, которые нуждаются в заместительной почечной терапии, беременные с коронавирусной инфекцией, вот эта вот группа, на сегодняшний момент она вся продолжает оказываться помощь на базе больницы Середина. Но в связи с тем, что идет уменьшение, на сегодняшний момент по мере уменьшения количества пациентов, мы, конечно, с марта месяца начали открывать другие виды помощи, которые касаются лечения пациентов другими патологиями. И мы говорим, что, конечно, в полном режиме, скажем, до ковидных времен мы сейчас полностью еще не развернулись, но мы с каждым месяцем увеличиваем количество койк, на которых оказывается и хирургическая, и специализированная помощь, и терапевтическая. Вот, то есть мы начали оказываться уже в рамках высоких технологий медицинских, и потихонечку больница, на самом деле, возвращаясь к тому ритму, к которому мы все с вами привыкли. То есть это и консультативные услуги, это и хирургические вмешательства, вот, это и плановая помощь, которую мы потихонечку уже тоже, так сказать, разворачиваем, потому что мы понимаем, что без иногда лечения плановой патологии количество экстренных пациентов возрастает, и это тоже влияет на летальность, это влияет на исходы, это влияет на то, что мы с вами все-таки, наверное, называем здоровье. Что иногда нужно просто человеку помочь, пролечиться, обследоваться для того, чтобы это и раннее выявление заболеваний, и раннее оказание помощи, в том числе и онкологической, вот, и это и есть свой эффект, поэтому мы стараемся максимально быстро вернуться в строй именно со всем потенциалом, который имеет наша больница. Ну, а вот ковид, он же урок для многих, и урок для каждого, наверное, свой, ну, вот, в частности, стало понятно, что нужно строительство модульного здания ковид-госпиталя, да, вот как оно идет на сегодняшний день? Ну, оно у нас практически завершается, то есть мы сегодня понимаем о том, что это было правильное решение, которое позволит проводить, наверное, в отдельно стоящее здание, которое у нас там идет, оно позволит нам оказывать помощь и стационарным больным, которое необходимо госпитализировать. На базе этого модульного здания мы планируем проводить приемно-сортировочные мероприятия, то есть диагностические обследования, и там же предусматривается развертывание реанимационных коек. И там же на этой базе, то есть вот это вот все виды помощи, которые я ранее сказал, они тоже продолжат свое, как бы, так сказать, сосуществование. Вот, понятно, что, конечно, ковид дал урок для всех и для всей системы здравоохранения в целом, вот, но то, что нашли силы, возможности, средства для того, чтобы максимально короткие сжатые сроки провести, ну, не побоюсь его слову, наверное, какую-то модернизацию здравоохранения, вот, это произошло. Понятно, что гигантские усилия, которые были сделаны, как бы, и правительством, и лично губернатором, и министерством здравоохранения, в плане того, что мы же сами понимаем, что когда губернатор возглавляет штаб... Да, я за вас завершаю, к сожалению, да, Сергей Юрьевич, что все эти усилия мы видим, и они были не зря. Спасибо огромное за то, что пришли к нам в студию, прощаемся со зрителями. Спасибо большое всем, всегда рады показывать помощь, и очень рады, если вам мы поможем. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!